Спортивные скандалы в России продолжаются. Накануне в Санкт-Петербурге после тренировки задержали и принудительно доставили военкомат хоккеиста Ивана Федотова. Он якобы был уличен в отклонении от воинской службы. В военкомате вратарю стало плохо и его госпитализировали. Адвокат хоккеиста сообщил, что голкипер никогда не уклонялся от воинской службы. Этой ночью его вывезли в Североморск Мурманской области. Связи с ним нет. 25-летний российский вратарь в минувшем сезоне выступал в континентальной хоккейной лиге за ЦСКА. По истечении контракта подписал новый уже с американским клубом НХЛ Philadelphia Flyers. Отъезд хоккеиста из России спровоцировал против него репрессии, говорят, в спортивных кругах. Сейчас об охоте на российских спортсменов, на тех, кто выражает свое мнение, высказывает его превселюдно, публично. Об охоте на российских ученых. Будем говорить с Леонидом Невзлиным. С нами на связи предприниматель, общественный деятель, один из бывших совладельцев ЮКОСа. Здравствуйте. Здравствуйте. Слава Украине. Героям слава. Итак, только что был у нас обширный сюжет. Дмитрий Колкер, Анатолий Маслов. Два задержания на одной неделе. Цинизм спецслужб поражает, особенно по отношению к Колкеру, тяжело больной, который нуждался в постоянной помощи. И в итоге умер этой ночью. По сути, довели до смерти. По сути, это убийство. Как считаете? Ну, это без сомнения убийство. И как бы они понимали, что он скончается, потому что они его соединили от искусственного питания. Человек находился на четвертой стадии рака, как это, панкреас, поджелудочной железы. И, соответственно, он нуждался в искусственном питании. Естественно, никакой угрозы опасности он уже не мог нести. Поэтому с какими-то целями просто проявили эту жестокость и его убили. Какие цели? Это вот каждый раз, мне кажется, отдельный вопрос. Потому что в идеологическую охоту я продолжаю не верить, потому что мы имеем дело с очень прагматической мафией. Практически все задержания последних времен, связанные с чиновниками, связанные с преподавателями, учеными, они так или иначе связаны с деньгами. И больше, чем с какой-то идеологией. И поэтому в каждом конкретном случае надо разбираться. Но общий подход, я бы сказал, такой. Ну, начнем с того, что никаких таких секретов, которые знают российские ученые, которых не знают китайские или иные ученые, просто не существует. В связи с колоссальным отставанием российской науки, особенно российской практической науки, военной науки в этих областях по отношению к западным и, в общем, китайским технологиям. Поэтому причина, без сомнения, не в передаче технологий, не в нарушении гостайна, не в шпионаже, как было много раз объявлено. Причина в чем-то другом. И, скорее всего, я считаю, что в денежном. Во-первых, обратите внимание, что как бы все время арестовывают людей, которые находились на бюджетном финансировании. Даже вот если взять недавний арест ректора Мау, вот, да и до этого были похожие аресты, когда люди получали что-то из бюджета Российской Федерации. Вот. Эти ученые тоже получали деньги, в основном, из бюджета Российской Федерации. Но так проще обвинить потом. Вы знаете, мне кажется, даже не то, что проще, а мне кажется, что так проще показать руководству, что эти люди засунули руку в личный карман Владимира Путинга. Да, 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 я это имел в виду, да. Да, потому что в мафиозной вот этой структуре, в которой они находятся уже много лет, они перешли от того, чтобы брать под себя огромные бюджеты к большим бюджетам, а сейчас уже к небольшим бюджетам. Ну, несколько примеров, да. Минкультуры, соответственно, с музеями, со всеми выставками и так далее, строительством, да, отдана Ротенбергам. Соответственно, министр культуры ставит с этими Ротенбергами. Все подряды и все финансирование берется Ротенбергами. И удивительно там, что люди дошли до того, что они какие-то десятки миллионов рублей, которые для них ничего не значат. Тем не менее, кладут в свой карман и ставят всюду своих людей, увольняя людей тех, которые как бы были не своими, давайте скажем так, не будем называть фамилии. Но при этом, при всем, что получается дальше? Дальше увеличивается финансирование, удлиняются сроки работ и, так сказать, естественно, масштаб воровства. То есть совершенно очевидно, что это делается под своих. Вот. И в своих интересах. То же самое происходило, по-моему, кстати, по их же линии, с министерством просвещения, вот, с учебниками. Вот. Всюду были уголовные дела, всюду кого-то пугали или сажали. Вот. И в результате, как бы, появлялись люди, которые принадлежат группе Ротенбергов, и они осваивали эти бюджетные средства. Илья Борисович, а вот точно не был на бюджетном финансировании Илья Яшин, тоже задержанный на этой неделе, с формулировкой за неповиновение сотрудникам полиции. Что вы об этом аресте думаете? Вы знаете, арест Ильи Яшина очень напоминает арест Владимира Крамурзы. Илья Борисович, он тоже был арестован ровно за это же. И в течение 15 дней, даже не прошло 15 дней, по-моему, на 12-й день ему было предъявлено некое уголовное обвинение, да, связанное как раз с войной и Украиной. Значит, здесь мы тоже должны посмотреть на ближайшее время, что будет происходить. Или это будет очередное административное, так сказать, наказание Яшину, или его уже, наконец, взяли, наконец, потому что давно не брали, и он как бы давно этого ждал, наконец, взяли для того, чтобы предъявить ему уголовное обвинение. Но тут и 15 лет по нынешнему законодательству России за то, что войну называют войной. Как вы считаете, вполне могут переквалифицировать? Вполне могут, но, в принципе, Яшин давно заработал уже, так сказать, на переквалификацию, поэтому я не удивлюсь, если это сделают сейчас, да, я даже, скорее, удивлен, почему этого не сделали ранее. Яшин, наверное, как бы последний из магикан, да, последний из политических активистов, оставшихся на свободе такого уровня, как он, да, остальные все или сидят, или в разъездах. А он что, разве не понимал, зачем же он остался, вот, и не уехал, и вот так сам себя, так сказать, привлек к себе внимание? Ну, вы знаете, ведь существует еще такая позиция, которую в исповеду Алексей Навальный, потом Владимир Карамурза, что русский политик должен быть в России. А когда ты находишься в России, и ты становишься несовместим с властью, особенно в период войны, да, то, естественно, так сказать, путь у тебя в тюрьму. И, конечно, люди это понимают, куда они идут. Вот, почему они идут туда сознательно? Это какой-то сознательный выбор. Почему-то люди считают, что надо пройти тюрьму, чтобы, так сказать, доказать, что ты российский политик. У меня мнение совершенно противоположное и, ну, другое. И исторически, потому что я не знаю такого случая, чтобы российский политик вышел из тюрьмы и стал бы, скажем, политическим лидером или руководителем. Ну, в украинской политике такие примеры были. И в определенное время это работало. Я вас, теоретически, как бы, вам не рекомендую сравнивать Украину с Россией. Нет, это совершенно две разные страны. Я говорю именно про российскую политику. Вот, многие идут на эшафот, но я никогда не видел, чтобы с этого эшафота кто-то становился президентом, там, генеральным сиректором или премьером. Даже премьер Ленина здесь не работает, потому что Ленин все-таки вернулся из эмиграции. Вот, а не задачение. Это честно, что товарищи потом подтянулись из ссылок. Вот, значит, поэтому, чтобы закончить с Яшином, в ближайшие дни покажут, что это такое. Если он остается на свободе, ну, я думаю, тогда ему вообще ничего не грозит, он может продолжать свою деятельность. Вот, если его перепрессируют в уголовное дело, то ему может светить действительно до 15 лет. Он на это по их понятиям наговорил. Вот, и больше мне сказать нечего, потому что у меня... Что ж, у меня нет информации. Посмотрим, давайте обсудим еще одно громкое задержание этой недели, о котором тоже уже мы сказали в нашем эфире. Голкипера сборной России по хоккей Ивана Федотова задержали. Парня обвиняют в уклонении от армии. Столько лет на виду, такая спортивная карьера. Столько лет под объективами камер. 25 лет, парни, вдруг такой поворот событий. Это что? Что значит? Ну, вот меня сейчас обвините опять, так сказать, в деполитизации. Но это все-таки политика, конечно. Это опять, без сомнения, деньги. Это опять человек, который как бы должен получать деньги, давайте скажем так, из государственного кармана. И они должны знать, сколько он получает и куда он их тратит. Да, решил, так сказать, все-таки заключить контракт и получать деньги другого объема и из другого кармана и как бы жить свободным человеком в свободной стране. Да, что противоречит нынешнему духу времени. Хотя, если помните, раньше это поощрялось всячески. Чтобы игроки играли в международных лигах, заключали контракты и так далее. Да, сейчас это противоречит и идеологии, и самое главное, мафионному способу контроля финансов. Финансы должны контролироваться властью. В том числе и у тех, кто много зарабатывает, в данном случае спортсменов. Он сделал, с их точки зрения, неправильный шаг. Он решил зарабатывать деньги на свободном рынке, да еще, так сказать, получая их в Америке. Ну, из американских источников частных. Вот, поэтому он, так сказать, наказан. Но отправили в Североморск, не знаю, там есть вообще ледовая арена. Не, ну, слушайте, Североморск, это же не первый раз. Это просто наказание. Это скорее издевательство, чем... Но очень показательно, да, чтобы другим было неповадно. Кстати, все эти вещи, в том числе с учеными, они носят показательный характер. Да, вот, например, Новосибирское отделение, если к нему вернуться, Академия наук, Академгородок, они всегда являлись неким островком свободы. Да, при этом этот островок свободы находится, грубо говоря, на бюджетном финансировании. Им говорят, вы или на бюджетном финансировании, или, извините, островок свободы, и можете там зарабатывать лекциями, исполнительные, чем угодно. А если вы на бюджетном финансировании, то мы с вами будем поступать показательно жестоко, чтобы другим неповадно было. Опять же, вспомним дело Юкоса, откуда мы все взялись. Это тоже было показательное дело для всего бизнеса. И это сработало. Сейчас это просто спускается на другие уровни денег, на других людей, но они продолжают свою игру в мафиозное подминание всех ресурсов и всех свобод под свою структуру вертикально интегрированную. Я вот так к этому отношусь. Как к этому шагу вполне прагматической мафиозной власти. Давайте еще обсудим тему, очень страшную тему сегодняшнего дня. Страшный ракетный варварский обстрел Славянска. На данный момент известно о шести погибших, много раненых, город пылает. Дай бог, чтобы количество погибших не увеличилось. Но, к сожалению, судя по масштабам обстрелам, разная может быть информация. Да и вообще за последнюю неделю или даже две недели особое варварство, в принципе, мы о нем уже говорим 130 дней войны, о варварстве со стороны российской армии. Но вот последние две недели особо поражает цинизмом, намеренным обстрелом именно жилых кварталов, торговых точек, баз отдыха. По всей Украине. Одесса, Одесская область, Кременчуг, Славянск, Харьков. Вот с чем вы связываете вот такие страшные, в таком масштабе, масштабе цинизма эти обстрелы украинских городов? Что это за посыл Путина? Смотрите, во-первых, с точки зрения Путина, видимо, и не только Путина, но даже пропагандистов, которые сбоят сейчас явно, да, все пошло так, как предполагалось. Да, возникла некоторая ситуация, близкая к Патовой. С одной стороны, украинская армия менее численно и хуже вооружена, до тех пор, пока начались настоящие поставки. Более того, ограничено в поставках, вы знаете, что как бы считается красными линиями поставки вооружений, особенно ураганного огня, которые большой, высокой дальности могут добивать до России, да, вот, и, так сказать, это тоже не происходит, и пока в ближайшее время вроде бы не должно происходить. С другой стороны, увеличились поставки обычного тяжелого летального и они нарастают. Но до этих пор было состояние некого пата, некой нерешительности. С одной стороны, большое преимущество и медленное продвижение вперед, особенно на юго-востоке, да, на востоке, вот, без больших, так сказать, успехов. С другой стороны, так сказать, понятно, что рано или поздно возникнет критическая точка и, возможно, даже перелом в пользу Украины. Поэтому Путину надо было сейчас решать, вот, последние, там, две-три недели как раз, ему надо было решать, что ему дальше делать. Вот. Двигаться, грубо говоря, в сторону, ну, скажем так, поражения или все-таки постараться, так сказать, одержать победу, которую он обещал. Вот. И было изменено руководство, да, реальное руководство сейчас операций. Это генерал Суровикин, о котором мы многократно до этого говорили и предупреждали, что если придет Суровикин, значит, придут совершенно другие времена. Как сегодня уже, вот, извините, на себя сошлюсь, сказал, да, как в свое время, да, в 99-м году Путину надо было взорвать дома, да, жителей мирных для того, чтобы начать военную операцию в Чечне. Так сейчас нужен был Суровикин, чтобы начать жестокие ракетные обстрелы показательно мирных жителей и торговых площадей и так далее. И не верим никому, что это случайное попадание и так далее. Во-первых, они бьют запрещенным оружием, да, вы знаете, что, помните, что в Кременчуге они применили вообще, так сказать, противокорабельную ракету против объекта, да, торгового центра, что тоже запрещено. Они применяют кассетное оружие и так далее. Что происходит сейчас, да, Украина начала отвечать, но еще не так отвечать, как им бы хотелось, да, чтобы они могли ответить еще больше. Поэтому Украина сейчас в последнее время, получив определенное вооружение, начала достаточно серьезно отвечать по военным объектам, да, то есть по складам, по пунктам командования, ну и слава богу, так сказать, там есть большие успехи. Для того, чтобы бить дальше по мирным жителям и творить ужас, нужно было сыграть в какую-то игру, что Украина творит ужас, да, поэтому сегодня, сегодня, по-моему, да, был применен... Про Белгород, конечно, Белгород это очень показательная и очень очевидная вещь, связанная с двумя фигурами, Суровикин и Пригожин. То есть вот с приходом Суровикина и отходом реально вот этих вот как бы клоунов, типа Шойгу, там, Герасимова, ну, Мирным жителям Белгорода, да, удар по жителям своей страны. Вот почему я отношу к той ситуации, когда Путин взрывал дома, да, в 99-м году. Это, в общем, то же самое. Для чего? Чтобы показать ужас того, что, так сказать, вот они, ужасные украинцы, напали на мирных жителей, там 11 домов таких, квартирных, какое-то количество домов частных, они там все это повредили, огромное количество жертв и так далее. Они не думают о том, что на фотографиях точно видно, что это зенитно-ракетные комплексы «Панцирь», которые на вооружении только у Российской Федерации. То есть это их не беспокоит, что... остановился. Вот когда мы говорим о людях типа Пригожина, то они не думают точка. Вот. Они не думают, они хотят убивать, они хотят достигать своих целей. Вот. Естественно, это будет видно не только на этих фотографиях, это будет видно на спутниках, да, ну, как бы, фотографии из которых или уже получены украинские страны, или будут в ближайшее время получены от, так сказать, коллег и партнеров, а может быть и от своих источников, да, там совершенно очевидно, что произошло, и у меня никаких сомнений нет. Я считаю, что я не могу здесь ошибиться. В результате это дало им сейчас основания как бы применить то, сделать то, что они сделали в Славянске, которое они никак не могут взять, да. Я на самом деле считаю, что, к сожалению, сейчас вот ровно тот период, продолжается еще период, когда недостаточно Украины летального, тяжелого выражения, что нас могут ждать еще очень серьезные удары про другим городам. Они происходят на самом деле, если посмотреть карту, но я все-таки очень беспокоюсь о том, что будет происходить в Одессе, и я беспокоюсь в том числе за Киев, вот, и в отличие там от многих, я не считаю, что там как его фамилия, Лукашенко, как бы двинет войска белорусские на Киев или даже там из Брестской области на запад Украины, да, чтобы перекрыть там сообщения с Польшей и так далее. Я считаю, что для него это смертельный шаг, и он понимает, что эти войска, скорее всего, или будут воевать, и не воевать, или воевать потом на стороне Украины против него. Но ракеты, вы думаете, могут оттуда прилетать. Да, ракеты, и вот после появления Суровикина опять появилась вот эта история, да, когда они вешают самолеты в разных регионах из этих ТУ, они, так сказать, бомбят достаточно неприцельно, потому что с точными ракетами у них, в общем, очень плохая ситуация. Еще хочу сказать, извините, что я пугаюсь сегодня, но появление вот этого подхода провокативного Суровикина и таких людей, как Пригожин, там, Кадыров, таких, так сказать, такой прислуги Путина вместо, там, такой, как Шойгу Герасимов, оно на самом деле еще и может привести к тому, что его будут постоянно убеждать в необходимости применения тактического ядерного вооружения против Украины. Вот, потому что у этих людей это все время на языке. Если вы даже почитаете открытые источники, они об этом говорят. Вот, я надеюсь, что у Путина хватит ума. я не знаю, понимаете, я, поскольку человек действительно психопат сумасшедший, то, что он устроил, убийцы, фашисты и так далее, то, что он устроил в Украине, это просто за рамками всякого... Ну, да, абсолютно согласен, да. Но я надеюсь все-таки, что он понимает, что ответ будет серьезный, ужасный и, как бы, для России, я думаю, вполне окончательный. То есть, это уже будет война. Мы тоже на это надеемся и надеемся, что то обещанное вооружение, в первую очередь, противовоздушная система обороны к нам поступит в ближайшее время и мы сможем отбиваться от этих смертоносных ракет и перейти в контрнаступление. Мы не очень ждем хороших новостей с нашего фронта, хороших прогнозов. Спасибо вам, Леонид Борисович. В городе и закрытие неба. Да. И закрытие неба все равно необходимо, чтобы они не говорили. Безусловно. Спасибо. Леонид Невзин был с нами на связи, предприниматель, общественный деятель, один из бывших совладельцев ЮКОС.